Жилье для всех и каждого сегодня на еженедельной планерке у главы Чувашии Михаила Гнатьева говорили о том, как идет работа по оказанию государственной поддержки различным категориям граждан в обеспечении жильем. В этом году 562 молодые семьи в Чувашии улучшили свои жилищные условия. На эти цели выделено более 400 миллионов рублей. Кроме этого, 106 миллионов рублей выделено на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам молодым семьям, учителям и медработникам. Всего государственную поддержку получат более 3000 семей. 87 ветеранов и вдов Великой Отечественной войны теперь тоже живут в собственных стенах. На особом контроле – обеспечение жильем детей-сирот. На эти цели выделено 162 миллиона рублей. В текущем году строятся и приобретаются жилые помещения для 176 детей-сирот. На сегодняшний день завершено строительство и приобретено 140 жилых помещений. Целевой индикатор предусмотренного соглашения республики выполнен. Глава ЧВШ обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств, обеспечения постоянного контроля за своевременностью исполнения заключенных муниципальных контрактов. 49 миллиардов рублей будет выделено в ближайшие два года из федерального бюджета на еще одну социально значимую инициативу. Обустройство новых мест в ясельных группах детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Согласно программе, к 2019 году доступность дошкольного образования должна быть выполнена на 100%. Об этом сказал президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. На совещании также обсудили итоги участия чувашской делегации в международной выставке форума «Экотех-2017». В год экологии было сделано немало. Чего стоит один полигон по переработке отходов, его признали лучшей инвестиционной практикой в стране. Все те три проекта, которые мы реализовали, конечно, там они имеют определенную стоимость, но они востребованы регионами Российской Федерации. Соответственно, и ко мне подходили. Это реконструкция биологических очистных сооружений, это водоканал, соответственно, и полигон твердых бытовых отходов. Ну и в-третьих, наша задача заключается в том, чтобы мы научили, а люди научились собирать раздельно твердые бытовые коммунальные отходы. Тут нельзя нам снижать темпы, дальше нужно все это популяризировать и добиваться еще лучших успехов. Продолжение следует...